Итак, дорогие дамы и господа, товарищи, лорды и месье. Небольшие нюансы рассмотрим сейчас в работе с грудной клеткой, но, в принципе, может быть, и для других частей тоже тело, они касаются. Когда мы ведем по ребрам, многие спрашивают, а будет ли щекотно? На самом деле это не щекотно, потому что мы раздвигаем ребра и массируем мышцы между ними. А щекотно это тогда, когда мы короткие движения делаем, и по ребрам поперек вводим. Вот, в общем, у нас разница. То есть мы идем вдоль ребер, даже вот туда вот закругляюсь немножко. Про лимфу. Вот тут большие лимфы, такие вот каналы, туда вот уходит подмышку, поэтому с ними надо работать медленнее и плотнее. Если помните, то лимфа, она сейчас гораздо медленнее, чем кровь. Один сантиметр или даже меньше, в минуту всего лишь она проходит. Поэтому мы медленно накладываем руку и давим, вот через ключицу, вот туда, медленно, медленно, и вот подмышку уходит. Вот такой вот прием еще используется в своей работе. Потом, вот тут мы лимфу вниз опускали, да, соответственно, по челюсти тоже вниз, вот она уходит. По стойке мы с регуляциями, легкими, 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 как пальчики вы должны быть. И немножко пожестче можно подставить между ключицами, и поднимая каждым ключицами к одному. Это да, это бывает на голову у них, где болезненно. И еще можно здесь чего-то раздвинуть. И вот так немножко, чтобы лопатки выпились. Потому что, например, у данного человека видно, что плечики подняты, и рука до конца ровно не лежит. Видите, она не касается стола. И это за то, что лопатки у него отодвинуты назад, сзади. Чтобы дополнительно, вот бывает еще один такой нюанс, человек зажат просто лежит, не расслабляется. Может нервно, может после работы какой-то сложно пришло, да, может еще чего-то. Есть такой прием, но это вообще другая техника, это просто азометрическая релаксация. Но его здесь как раз можно применить, чтобы быстро расслабить. Это нужно ему опереться в подвздошную кость. Вот она идет. А другой рукой в противоположном плечо. Но при этом, потренировав человека, чтобы он мог поднимать одно плечо поднимать, пожалуйста, его. А я буду давить вот сюда. Понимай. Соприявляйся. И выдохнули. Выдохнули, расслабись, выдохнули, расслабись, расслабись. То есть, на вдохе ты поднимаешь мышцы и расслабился. И здесь теперь подними одно бедро, так вот это. Вот получается, да, получается все. Расслабили. Теперь поднимай и бедро, и плечо. Выдохнули. Еще раз. Небольшой нюанс на эту косточку. Прямо не давите жестко на нее. Постарайтесь ее продеть где-нибудь между мякотью ладони, чтобы не пережимать модульов узлы. Вот теперь в эту сторону говорим. Еще в смысле. Смедови. Вот. И весь органом человека быстрее расслабляется. Расслабился, да? Вот. И чтобы расслабить мышцы живота, мы еще поднимаем ноги на подушечку, чтобы они были так в полусогном состоянии. А еще ребра можно? Сейчас сделаем, да. И какой-то дискомфорт? Нет, нет, просто потряси его. Вот. Есть такой прием. Его можно делать, когда человек лежит лицом вверх и когда лицом вниз лежит, да? Со стороны головы захватываете за ребра. Разведаю пальцем. Прямо грудная клетка приподнимает на себя. Потрясите. Да. Расслабляет от мировой деморологии. Очень хорошо снимается здесь напряжение в ребрах. И строй с другой стороны можно делать. Что-то там услагилось у себя, да? Конечно. Так. Ну, пожалуй, нюансов на этот раз достаточно. Давайте, смотрите у нас, приходите на тренинги, узнавайте все это на практике. Заря вы видео смотрите, не смотрите наше видео, а лучше познавайте на... На живой натуре. На живой натуре. Удив BCE. Color. С questions.